Мама с нами в детстве была строга, надо сказать, да, слишком никакими там излишествами нас не баловала, но тем не менее, вот, если мы выросли, можно, я могу сказать, что мы все достойные семьи, достойные дети, внуки, и все это благодаря вот нашим родителям, маме Антониме Георгиевне и отцу Георгию Васильевичу. Всех она воспитала, всех наших внуков, всем, значит, она подает пример жизнелюбия, стойкости, помогает нам советами, обогревает нас своим теплом, заботой. Ну, мама, конечно, труженица. Вот она собой является, знаете, вот, она, конечно, коммунист до мозга костей, до сих пор она платит партийные взносы, но при этом, конечно, она жила полностью по христианским заповедям. Может, поэтому вот, и она живет до таких лет, никого не суждая, никого не завидуя, и постоянно в труде, без излишеств, никогда в жизни, вот, у нее никогда не было никаких излишеств, и это тоже для нас пример. Внуки свою бабушку, конечно, очень любят, а правнуки называют ее просто Тося. Она для них не Антонина Георгиевна, не бабушка, а Тося. Мы пошли к Тосе, мы пришли к Тосе. Когда вот мы были маленькие, то мама наша постоянно занималась, ну, не просто только своей работой, но она общественной работой очень много занималась. Ну, мы все очень даже не рады, мы даже горды тем, что вот наша мама, значит, дожила в полном, так сказать, здравом уме до 95 лет, чего и всем вам желаем. Продолжение следует...